Сегодня у нас под разработку подключено 6 лабораторий Центра. Эти 6 лаборатории ведут разные направления. И, наверное, сотрудники нашего Центра имеют наиболее большой опыт проведения этих исследований. Это, конечно, в первую очередь выделение штаммов. Для того, чтобы выделить, мы должны понимать, какие это штаммы. Те, которые циркулировали в первую волну, во вторую волну, возможно, в третью волну. Для того, чтобы понимать особенности репродукции вируса, особенности его иммуногенности. Поэтому мы сегодня проводим постоянный мониторинг, с одной стороны, всех завозных штаммов на территорию нашей страны. То есть осуществляется скрининг образцов положительных пациентов, которые прибыли из-за рубежа. И этот скрининг нам позволит найти новый британский вариант. Как вы знаете, он был завозной. У нас это была Польша, Литва, Украина. Сегодня мы проводим мониторинг других вариантов. Он достаточно успешный. Мы разработали свою систему, которая позволяет достаточно в экономном режиме выполнять эти исследования, выполнять все необходимые срезы по регионам и в том числе по прибывшим. Вы знаете, что практически еженедельно появляется информация про новые варианты. Южно-Авриканские, Нигерейские, Филиппинские, Бразильские и другие. Поэтому, в общем-то, наша задача сегодня, с одной стороны, не только выявлять эти штаммы, но все-таки и определять те мутации или те замены, которые происходят с паек-белки, рецепторы, связывающие, домен, который связывается и с антителами, и с чувствительной клеткой. Поэтому, возможно, что в ряде случаев, и есть такие данные сегодня, что при появлении определенных мутаций, меняется количество антител, которые связывает этот СБО. Это наша основная задача, подобрать именно те варианты вируса, которые будут связываться с антителами. Возможно, что состав будет в будущем меняться, потому что сегодня эволюция вируса происходит намного быстрее, чем это ожидалось. Над этим мы работаем, и, безусловно, для этого мы осуществляем контроль этих вариант. Вообще, в принципе, вакцины разрабатываются не просто по наитию, а существует уже определенный, ну, не канон, но правило, утвержденное или рекомендованное ВОЗ для разработчиков вакцин. И в рамках этих правил мы, собственно говоря, и действуем при разработке этого препарата. Уходим с начального этапа. Мы выбрали уже несколько штаммов, которые дают хорошие, скажем, ростовые показатели, дают специфический эффект и перешли к их накоплению, стадии оценки возможности их инактивировать и использовать в дальнейшем для иммунизации животных. Вот сейчас мы уже переходим, так скажем, к классическому системе иммунизации животных и подготовки и очистки препаратов. То есть нам нужно еще будет получить высокоочищенный препарат вот этого вируса. Иммунизация животных — это не менее месяца, полтора. Затем нужно будет оценить активность сывороток вот этих животных для того, чтобы уже перейти, так скажем, к конъюгированию этого вирусного препарата с адъювантом, возможным адъювантом и последующим исследования уже специфической активности для человека. Прототип мы при хорошем стечении обстоятельств надеемся получить к осени.